Привет, интернет! Сегодня у меня на таком легком обзоре находится стенд от компании Google. Называется Google Pixel Stand, второе поколение этого Google Pixel стенда. Оно вышло вместе с современными телефонами Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. И я не хотел изначально покупать его себе, но по просьбам некоторых зрителей моего канала я решил все-таки купить себе и посмотреть, что интересно в этом стенде, что интересно он может предложить. И знаете, этот обзор, наверное, был бы только о этом стенде, Google Pixel Stand 2, если бы не произошло пару таких нюансов, которых я, наверное, бы и не заметил, если бы не купил этот стенд. Поэтому, ну, как получилось, так получилось. И в итоге я хочу разделить этот обзор на две части. Первое – это про Google Pixel Stand, он у меня подключен и стоит, я его тестирую. И второе – это про потенциальную проблему Google Pixel 6. Я не хочу делать это видео, потому что я очень хочу любить этот телефон, но каждый раз он мне подбрасывает какие-то такие крученые мечи с другой стороны поля, которые… ну, я просто не готов иногда просто принимать эти крученые мечи. Так вот, вероятнее всего, проблема на железной части, то есть по железу этого телефона. И забегая вперед, скажу, что я вчера просидел где-то два часа в чате со службы поддержки, результатом которого стала авторизация от самого Google на замену моего телефона. Ну, а об этом по порядку. Давайте поговорим про Google Pixel Stand. Это не полноценный обзор, я не буду делать обзор в своем стиле на Google Pixel Stand, потому что я, ну, не считаю, что это нужно это делать. Он… там не столько много функций, про которых можно потратить время и поговорить, да. Поэтому я для себя, как обычно, выписал такой план здесь, и по нему и пройдем. Значит, что вы получаете в комплекте, когда покупаете вот этот Google Pixel Stand? То есть вы получаете сам стенд и две дополнительные вещи, которые реально очень классные. Это кабель, полтора метра, зарядки, USB Type-C, USB Type-C, и сам блок питания, зарядки мощностью 30 Вт. То есть то, что вы не получаете в комплекте с Google Pixel 6 Pro, вы получаете, если покупаете этот стенд. Значит, по поводу скорости зарядки и по поводу мощности зарядки. Значит, пиксели, телефоны Pixel 6 и 6 Pro заряжаются с мощностью 23 Вт. А совместимые чьи устройства до 15? То есть, в принципе, если у вас есть какое-то в домохозяйстве устройство, которое вы тоже хотите заряжать от этого стенда, вы можете это спокойно сделать. 15 Вт, зарядки вы получите. Вообще, хочу честно сказать, сам Pixel Stand мне напоминает устройство от Google линейки вот этих домашних устройств Google Nest Hub. И вы видите, то есть само устройство выполнено в таком же духе. И оно так же наклонено, и сам угол наклона такой же. То есть ваш телефон Google Pixel 6 Pro, он будет конкурировать с вашим Nest Hub. Если у вас есть Nest Hub в домохозяйстве, то он будет конкурировать. А если у вас нет Nest Hub в домохозяйстве и хотели попробовать, как он работает, то вы можете это сделать, купив этот стенд. Потому что большинство функций, они практически дублируются. И вообще, это такой разумный ход от Google, раз у вас уже в руке есть экран, давайте мы тогда этот экран уберем со стенда. Вы будете просто ставить телефон туда, и он будет играть ту же самую роль, что и Google Nest Hub. Что касательно первого применения. То есть я распаковал стенд, поставил, все подключил, и при первом использовании стенда по назначению вам выдается такое пошаговое меню настройки. И вы, соответственно, шаг за шагом настраиваете себя. То есть вы разрешаете доступ к вашим, условно, персональным данным этого стенда, чтобы он мог на экране вашего телефона отображать ваши персональные данные. Вы можете настроить фотоальбомы, которые будут использоваться при просмотре. И так далее, и так далее. То есть в этом проблем нет. И, соответственно, как только вы прошли все эти этапы настройки, вам разблокируется, вам дается вот эти вот полные 23 ватта зарядки. И, честно, я скажу, что это достаточно быстро для телефона по беспроводной. Я знаю, существуют какие-то мега-супербыстрые зарядки от китайских производителей, но вы понимаете, что здесь идет компромисс срока службы батареи и скорости зарядки. Я срок службы батареи всегда выберу против быстроты зарядки. Первое, что делает стенд. Этот Google Pixel Stand, он открывает следующие возможности для вас. Первое, это некий доступ к вашим умным устройствам дома. То есть у меня есть лампочки, входная группа, камера входной группы. И так интересно с лампочками, у вас появляется экран, на котором вы можете кликать на лампочки. Но вы не можете просто тапнуть, чтобы включить и выключить эту лампочку. Вам нужно свайпить вправо и влево, чтобы настраивать ее яркость. И вот в этом какая-то такая странность, что ли. Также вы можете настроить фотоальбомы, которые привязаны у вас к Google Photos. И, соответственно, когда вы ставите телефон на стенд, он входит в такой режим, как в такой фоторамке. В принципе, то же самое, что и делает Google Nest Hub. Эти фотографии ротируются, и, так скажем, вы можете эмоционально вернуться в те замечательные моменты, когда вы делали эти фотографии. Потому что, а смысл еще делать фотографии, если вы периодически не можете ими насладиться. Также на главном экране, когда у вас телефон стоит и заряжается на Google Pixel Stand, вы можете менять режимы зарядки батарейки. То есть у вас есть три режима. Первый, это оптимизированный. Телефон и Pixel Stand совместно сами определяют, в каком режиме заряжать вам телефон. И, соответственно, два дополнительных режима. Это быстрый режим, то есть используется полная мощность этого стенда, полная зарядка. И тихий режим. Это если вы отходите ко сну, ложитесь, или вы не хотите просто, чтобы вам мешал шум работающих вентиляторов, вы можете нажать, выбрать этот режим и, соответственно, ввести зарядку телефона в этом режиме. Да, в этом стенде есть вентиляторы, то есть он с активным охлаждением, абсолютно нормальная практика и нормальная вещь на быстрых беспроводных зарядках. По поводу настроек этого стенда, кстати, это сами настройки этого стенда живут у вас в настройках телефона в разделе «Подключенные устройства». Это вообще прикольная вещь, и я не знаю, с какого момента Google начал так делать, но все устройства, которые подключаются у вас к вашему телефону, все настройки этих устройств, они собираются вот в этом разделе «Подключенные устройства». И там живут ваши наушники, там живут, я не знаю, ваша подключенная машина, ваши часы, и, соответственно, там живет Google Стенд. И вы можете зайти в эти настройки уже потом, после того, как вы первоначальную настройку сделали, и изменить какие-то параметры. То есть это прям удобно. Вот, в принципе, мы подходим под конец такого моего обзора на этот Pixel Стенд. Хочется отметить некий косяк, который я заметил. Когда вы ставите телефон на Google Стенд, телефон такой переходит в режим, как я уже сказал, вот этих умных устройств Google, и, соответственно, он может воспринимать голосовые команды от вас. Но прикол в том, что когда стенд заряжается на полную мощность, работает вентилятор. И этот вентилятор, этот механический срыв воздуха с лопаток вентилятора, он перекрывает микрофон, который находится снизу у этого телефона. И Google не слышит вас. То есть вам нужно реально громче говорить, перекрывая шум вентилятора, который локально там, прямо около вот этого микрофона. Я не знаю, что это такое, как не просчет инженерный. Я не понимаю, что здесь происходит, но в телефоне находятся три микрофона. Почему Google не может использовать все три микрофона или как-то комбинировать информацию? Но, по всей видимости, он использует микрофон, который находится снизу телефона. А он, первое, перекрывается самим стендом, и второе, сам шум вентилятора, так как идет обдув с той стороны, я не знаю. Я не знаю, что это такое, но ассистент меня хуже слышит, когда он находится на стенде, он заряжается на стенде, и стенд находится в режиме скоростной зарядки, когда он использует активное охлаждение. Итак, промежуточный вывод. Вот, отличное устройство, отличный стенд, он еще раз может показаться дороговатым для кого-то, но если вы берете в расчет, что вы еще получаете 30-ваттный блок питания и сам кабель, то стенд уже не становится таким дорогим. Опять-таки, для каждого это индивидуально, и каждый смотрит, какая цена для него подходит, плюс соотносит это с тем задачами и проблемами, которые стоят у вас, и сам принимает решение о покупке. И если же вы хотели еще раз попробовать Google Nest Hub, такой вот легкой версии его, то стенд может быть, кстати, хорошей покупкой для вас. Но мы плавно, таким транзишеном, таким переходом переходим во вторую часть моего обзора, которая могла бы и не быть, если бы я не купил бы этот стенд и не понял, что у моего телефона проблема с беспроводной зарядкой. Итак, а все по порядку. Я ставлю телефон на стенд, и ничего не происходит. У меня телефон сейчас находится на последнем патче, который все долго ждали, и вот он вчера приехал. Я думал, он сейчас решит эту проблему, это может быть какой-то глюк. В общем, я такой, как это все совпало? И стенд приехал, и, значит, январский патч приехал. Видимо, проблема все-таки на железной части, это все-таки железо, нежели чем софт. Значит, и да, мне прилетел январский апдейт, как я уже сказал, на 45 мегабайт. Устанавливался, кстати, апдейт 3 часа. Мне пришлось телефон вообще оставить на столе и вернуться только к нему через 3 часа. Это я первый раз такое видел, что апдейт в 45 мегабайт устанавливается в 3 часа. Причем он там пишет, что телефон в фоновом режиме что-то там обрабатывает, что-то там решает. Ну окей, не про январский патч, а про проблему моего телефона. Так что за проблема? Мой телефон, я называю это, спорадически заряжается на беспроводной зарядке. Иными словами, он может то заряжаться, то не заряжаться. В общем, короче, он в три стадии входит. Первое, он заряжается, все нормально, использует максимальную мощность этой зарядки. Вы даже не скажете, что какая-то проблема есть у телефона. Второе, телефон говорит, что я не заряжаюсь. Хотя иконка на вот этой вот иконочке батарейки показывает, что телефон заряжается. Я использую программу AccuBattery, чтобы проверять, какой силы тока происходит сейчас зарядка. Чтобы определить, насколько она быстрая или не быстрая сейчас зарядка. Так вот, телефон у меня может заряжаться, все будет с ним в порядке. Второе, он может заряжаться, но говорит, что не заряжается. Хотя иконка показывает, что заряжается. Но надпись будет говорить, либо выровняйте телефон на подставке, либо переверните. Ну, короче, начинает ругаться. А третье, он просто не заряжается. И я, честно говоря, я был в таком расстройстве. И, поверьте, в пятницу вчера это не то, чем мне хотелось заниматься. И это не то, на что мне хотелось наткнуться в своем телефоне. Потому что я думал, ну, блин, мне посчастливилось, что телефон вроде хороший. И по железу у него нет никаких проблем. Так вот, значит, он вот так вот заряжается. Вот так он себя ведет. Причем я проверил. То есть я как бы, ну, я инженер, соответственно, я проверил. Это не проблема на стороне Google стенда. То есть я ставлю на него самсунговский свой телефон, S20. Он тут же. То есть самсунговский телефон, он железобетонный в этом плане. То есть есть зарядка, он заряжается, показывает, заряжаюсь. У меня есть еще одна беспроводная зарядка от Anker. И там, и там все заряжается. Пиксель не заряжается ни там, ни там. Ну как, в один из моментов он не заряжается ни там, ни там. А спустя какое-то время он показывает, что заряжается и там, и там. То есть вот вообще. Я в таком, честно, нахожусь как бы в немного таких расстроенных чувствах. Поэтому у меня немного как бы сумбур. Но надеюсь, вы выстроите такое мое повествование. Значит, я проверил. Это проблема не в стенде. Потому что я сначала думал, что это проблема в стенде. Это проблема в телефоне. Что я дальше сделал? Значит, у меня есть некое, так скажем, я подписан на сервис Google One. Это такое, вы можете установить приложение. И, соответственно, вы можете себе купить объем облачного хранилища от Google. И вместе с этим идут такие некие плюшки с этим пакетом. Я там плачу самый дешевый, там 100 гигабайт. Поддержка. Приоритетная поддержка. То есть что вы можете сделать? Вы можете либо позвонить прямо оттуда в поддержку Google. Либо можете в чат. Я выбрал чат. Мне опция чатом нравится больше. Потому что вы можете отвлекаться на свои какие-то дела. И просто проверять чат, что вам ответил оператор. Так вот, значит, я вчера висел на этом чате 2 часа. Меня перебрасывали с одного оператора на другого оператора. Причем там написано, ты выбираешь сразу, по какому проблеме ты звонишь. И там из выпадающего меню можно выбрать Google Pixel. Они такие, ой, это что-то другое. Я вот сейчас переключу на другого. Те, кто по железке, по Google Pixel вам может помочь. Ну, в итоге, окей. Подключили меня. Подождите 5 минут. Каждые 5 минут превращались там в 15 минут. В общем, в итоге, когда я добрался, мне начали задавать список просто реально дебильных вопросов. Я понимаю, люди разные есть. И звонят по разным... В общем, техника последние несколько дней отказывается работать и повиноваться мне, и слушаться меня. Сейчас Samsung, на который я веду съемку, сейчас перегрелся. Сказал мне, что он перегрелся и отказался снимать. Так вот, вернемся, на чем я остановился. Я сидел в службе поддержки, перекидывали меня туда-сюда несколько раз, пока я не дошел до последнего оператора, который мне как-то в каком-то степени помог. Но мне несколько не понравилось то, что мне задавали очень много каких-то тупых вопросов. Я понимаю, что люди очень разные приходят, и очень разные люди обращаются к службу поддержки, и им нужно собрать как можно больше информации и определить все-таки, что происходит. Ну, чтобы, так скажем, идентифицировать проблему. Перечень вопросов был следующим. Вы пробовали снимать чехол? Да, я пробовал. Причем чехол родной. Это чехол Google. Это first party чехол. Причем это родной чехол от Google. Они подозревали, что это из-за него, потому что не до конца соприкасается. Может быть, нет, я все проверил. Я снимал чехол, ставил на зарядку и надевал чехол. Тоже ставил на зарядку и проверял разные беспроводные зарядки свой телефон. И ставил Samsung на этот Google Pixel Stand. Samsung идеально заряжается на этом Google Pixel Stand. Но, соответственно, вы не получаете плюшки, конечно. Ну, это другой вопрос. Для меня была, на самом деле, основная задача – это выяснить, все-таки это проблема на стороне программного обеспечения, или все-таки это проблема на железной части телефона. Если это проблема на стороне софта, то я готов подождать следующего апдейта, чтобы это все подчинилось. Причем только что накатился, как я уже сказал, новый апдейт, ничего не подчинилось. Но если это железная сторона вопроса, если это сторона железа, это уже проблема конкретная. И здесь у меня есть некое преимущество того, что я живу в Канаде, потому что я могу просто обменять этот телефон. И по результатам нашего разговора с этим оператором, мне было, так скажем, выдано это разрешение. Они мне отправили на e-mail. Все, вот эта инструкция, ты обмениваешь. Причем есть два выхода. Первое, тебе присылается новый телефон. Ты настраиваешь свой новый телефон, в коробку запаковываешь старый и отправляешь им. Но они удерживают сумму нового телефона на твоей кредитной карте, чтобы ты нечаянно не нашел себя с двумя телефонами. А, наверное, это такая логика следующая под вот этим. А второе, они тебе высылают уже предоплаченный, так скажем, вот этот вот купон на отправку через UPS. Ты отправляешь свой телефон, живешь без телефона, я не знаю сколько, 7, 15, 14 дней, и, соответственно, ждешь, когда тебе приедет новый телефон. Я в итоге, наверное, выберу вот второй вариант. Похожу с Samsung, в итоге все-таки отправлю. И я говорю, то есть я решил только вот буквально, может быть, час назад, что я действительно буду отправлять телефон, обменивать телефон на новый. Потому что я все-таки думал, что все-таки, блин, ну может быть, я не могу быть дураком. Иногда-то он заряжает все-таки, может быть, все-таки проблема не в этом. Походил, поспрашивал, поспрашивал ребят, которые занимаются сервисом телефонов, поспрашивал ребят вообще, которые в электронике разбираются. Ну, вероятно всего, 99% это все-таки проблемы на стороне железа. Значит, мне рассказывали, что еще тогда, когда Samsung страдали, помните? Samsung когда взрывались и горели, значит, вот у меня брат, он менял вот эти вот датчики температуры. И он говорит, это не что иное, как, по сути, термопара, да? Ну, как я понял, это термопара, то есть там два контакта, и он просто может барахлить. А, я же вам не сказал самое главное. Значит, в итоге, когда я начал исследовать этот вопрос, в какой момент он заряжается, в какой нет, я включаю как мониторинг программу AccuBattery. Что она показывает? Она показывает силу тока, с которой воспринимает телефон во время зарядки. То есть вы можете так определить, быстрая зарядка происходит или медленная. Он показывает температуру, и он показывает примерно скорость, какой происходит зарядка. Так вот, я заметил, пограничная температура где-то 39,5 градусов, 40 градусов, это уже такая красная зона, отрубается беспроводная зарядка. Я не знаю, это ли сделано преднамеренно, либо это сделано по ошибке, либо этот датчик барахлит и скармливает какую-то там неправильную информацию контроллеру питания, контроллеру зарядки, и, в общем, я не понимаю, в чем проблема, но вот оно так происходит. Я клал телефон, ну, не в холодильник, открывал окно, охлаждал его там до 27 градусов, ставишь его на зарядку, заряжает. Как только приближается к 36, 39, 40, вот там уже начинается такая плавающая проблема. Я такой, блин, ну что делать? Ставлю Samsung, так же мониторю. Тоже телефон нагревается, но он не вырубает беспроводную зарядку. То есть, и потом, когда я начал изучать еще раз, когда я спросил брата, когда я поговорил с другими ребятами, которые занимаются электроникой, может быть, просто это барахление датчика, которое, ну, неактуальную информацию скармливает, или периодически работает, периодически не работает. Или, в общем, посмотрим. Я когда буду запаковывать телефон, чтобы его вернуть, я его буду обнулять. И, соответственно, попробую я запустить нулевый телефон и посмотреть, существует ли такая проблема на обнуленном телефоне тоже. Но имейте в виду, может быть, это спящая проблема и в вашем Google Pixel 6. Потому что я в какой-то момент времени, я пользовался беспроводными зарядками очень много, например, год-два назад. В последнее время я немного поменял свой стиль зарядки, и я заряжаю телефон тогда, когда мне нужно его заряжать. Я докидываю сверху 50%, 60%, там до 80%, до 70% довожу его. Нормально. Я его снимаю с зарядки и использую, потому что мне его хватит на целый день с моим потреблением энергии, с моим использованием. И все меньше и меньше я стал использовать беспроводные зарядки. Но когда я на обзор взял себе Pixel Stand, когда я стал копаться в этом, я понял, что потенциально тут спящая проблема моего Pixel. Поэтому, если вы не используете беспроводные зарядки, проверьте свой аппарат. Потому что я выведу это на экран, я начал копаться в интернете, и есть люди, которые жалуются. Часть, конечно, проблем решается, чисто правильное расположение телефона на беспроводной зарядке, но часть людей так и не решила. Я тоже на форуме Google оставил свое сообщение. Посмотрим, если кто-то ответит. Но в целом-то вот так вот. То есть, интересная история, казалось бы, простого легкого обзора на Google Pixel Stand вылилась в то, что обнаружено с вероятностью 95-99% железный баг в железе моего телефона. Я тебя так хотел любить. Я тебя до сих пор, я до сих пор люблю свой телефон. Я до сих пор им пользуюсь. Я не понимаю, как телефон может быть настолько плавным, мягким и приятным в использовании. Это лучший Android, который я когда-либо использовал. Но вот такие вот нюансы, вот такие мелочи, которые ты постоянно открываешь, они тебя заставляют не то что усомниться в своей вере, но немножко так Google. Ну, серьезно. Спасибо большое. Это пусть будет экстренный выпуск моего видео. Увидимся с вами. Наверное, тогда, когда выйдет это видео, мы с вами сегодня еще раз увидимся, потому что запланирован стрим по английскому языку. И тот, кто не знает, я, может быть, чуть больше полугода назад выпустил свое понимание, как я выучил английский язык и что для меня было действенным реально для изучения английского языка. По результатам этого видео собрал очень много от вас же просьбы сделать стрим с моим учителем. И вот сегодня, когда это видео выходит у вас сегодня, будет стрим. Это воскресенье, 16 число, 8 часов по московскому времени. Приходитесь. Надеюсь, никаких технических проблем не будет. Судя по последним двум-трем дням, техника просто отказывается мне служить. Надеюсь, никаких проблем не будет ни со звуком, ни со всем. Приходите, задавайте вопросы. Мы очень открыты, очень веселый учитель. Поэтому, я думаю, и будет очень весело и познавательно для вас. Спасибо вам большое. Увидимся в следующих видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.